А теперь мне хотелось бы привести вам пример, вполне конкретный пример того, как мы использовали собранную информацию о городе и его жителях в ходе основания общины под Мюнхеном. Вы уже видели карту и имеете определенное представление о стратегии нашего служения. Еще в 80-х годах прошлого столетия, перед запуском проекта, мы попытались изучить особенности Мюнхена. Вот карта, которой мы воспользовались. Итак, это карта Мюнхена. На ней преимущественно представлена схема пригородного транспортного сообщения. Нетрудно заметить, что почти все электрички едут до центра города. А вот здесь расположены пригородные города и поселки. Обратите внимание, эта обозначенная цветом полоса идет как бы вдоль рельсов. Дело в том, что такое схематическое изображение, как и сама структура города, отражает его восприятие жителями. Вектор восприятия направлен от периферии к центру. Другими словами, если бы первая церковь появилась здесь, то люди из этого городка, несмотря на его относительную близость, вряд ли стали бы посещать ее только потому, что двигаться надо поперек, а не вдоль, и не в направлении центра. К последнему привыкли настолько, что даже большее расстояние не воспринимается как неудобство. Главное, чтобы двигаться надо было вдоль основной транспортной артерии. Вот вам всего лишь один пример того, насколько важно учитывать все, вплоть до схемы транспортного сообщения и структуры территориального расширения города. Кстати, о ней. По мере расширения границ Мюнхен поглощал небольшие поселки и деревеньки, которые раньше считались пригородной зоной. Теперь некоторые из них формально входят в черту города, сохраняя при этом определенный местный колорит. И по этой причине было бы неплохо, если бы у них была своя церковь. Это позволит не только не утратить, но и подчеркнуть самобытность этого местечка. Итак, как же мы поступили? Первоначально создавать одну общину мы планировали не в городе, а именно в пригороде. Изучив данные о населении и особенности расположения городков вдоль железнодорожного полотна, смотрите, вот эта дорога ведет в Дахау. Здесь как раз находится Дахау, где в конце концов и появилась Новая Церковь. А эта дорога – Вотто-Брун. Там мы основали церковь в 1987 году. Итак, мы попытались узнать, какие пригородные поселки являются наиболее перспективными с точки зрения роста и развития, в каких из них представлен широкий спектр возрастных групп, в каких из них церкви есть, а в каких нет, и что немаловажно, где живут члены церкви. Помните, мы с вами обсуждали понятие диаспоры и говорили, что проживающие в одном городке верующие могут стать ядром новой общины. Так было в Дахау, где в свое время из выходцев центральной Мюнхенской церкви образовалась своя домашняя группа. И там как бы все совпало, и район перспективный, и христиане есть. Прекрасное условие для организации церкви. Плюс некоторое количество новообращенных. Вот такой более масштабный взгляд на целевой регион, город или пригород. Хотя здесь нельзя не учитывать определенные нюансы провинциальной жизни. Сельский уклад, как правило, более устойчив, и сельские жители не так, как городские, открыты для духовных перемен. Они чаще всего привержены традиционной церкви. Поэтому на быстрый отклик с этой стороны рассчитывать не стоит. С другой стороны, жители новых районов стремятся завести новые знакомства, обжиться на новом месте. Помните, я рассказывал, что некоторые семьи были вынуждены переехать из Мюнхена в пригород, потому что жилье там было дешевле. Они тоже попали в новую для себя среду. Во многих же провинциальных городках люди живут поколениями. Поэтому вполне естественно, что там все друг друга хорошо знают. Другое дело, новые регионы. В них все приезжие. И этим приезжим надо друг с другом знакомиться. Они изначально на это настроены, и поэтому более открыты. Однажды нам довелось жить в одном из таких поселков, в пригороде Мюнхена. Так вот, моей супруге удалось организовать там домашнюю евангелизационную группу по изучению Библии для мам, чьи дети ходили в тот же детский сад, что и наш ребенок. В новом районе это сделать гораздо проще. Люди более открыты для разного рода совместных мероприятий. Таким образом, основателям церкви важно учитывать целый ряд самых разных факторов. А теперь немного о результатах исследований. Объектом для одного из них стала пригородная зона. А для другого, проведенного 10 лет спустя, в самом начале 90-х годов, был сам Мюнхен, который мы хотели буквально пропитать общинами так, чтобы церковь была в каждом районе, чтобы в ней звучало Евангелие, и чтобы она осознала и исполняла свое предназначение. Так, вместе с Евангельским Союзом и рядом других церквей мы решили провести широкое исследование жизни города, чтобы выявить его духовные потребности, продуктивность благовестнического служения существующих церквей и понять, как мы можем восполнить духовные нужды жителей города. Вот что мы предприняли. Итак, это снова карта Мюнхена. Пунктиром обозначены пригородные маршруты, точнее, движения электричек. А вот эта жирная черная линия маркирует границы города. Близлежащие поселки и деревни остаются за пределами. Это исключительно городская черта. И вот еще пара интересных моментов, позволяющих почувствовать самобытность Мюнхена, его уникальные черты. Вот здесь протекает река Изар, прямо по историческому центру Мюнхена. Река довольно крупная и широкая, а вот мостов через нее в городе не так уж и много. А вот здесь, на берегу реки, расположен красивейший парк под названием Инглишергартен, английский парк. Изар фактически делит город на восточную и западную части. Но разделен он не только рекой, но и главными железнодорожными путями. Смотрите, вот здесь они как бы сходятся и идут из этой точки. Так вот, они делят Мюнхен, особенно в этом районе, на северную и южную части. А вот здесь находится крупный железнодорожный узел для грузового транспорта. Итак, в городе четко выделяются северный и южный районы. Вот и получается, что Мюнхен город третий. Треть его расположена. Вот здесь треть на севере и треть на юго-востоке. Все это полезно знать, чтобы понимать, как устроен этот город, где проходят его транспортные магистрали, как его жители попадают из одного места в другое и тому подобное. Каждый из этих красных точек, и, конечно, само изображение, это фотоснимок уже 20-летней давности, и все же, каждый из этих красных точек мы помечали церковь, которую считали Библию и Христоцентричной. Это лютеранские, баптистские, пятидесятнические и некоторые домашние общины. Мы старались оценивать объективно и непредвзятые, и помечали красным все церкви, которые служили светильником Христовым в своем районе. Дальше, наверное, вы обратили внимание на группы общин, например, вот здесь, в центре города. Так вот, у многих из них большая история, это старые церкви. Вот здесь еще одна группа. Что это, спросите вы? Дело в том, что в этом месте располагалась большая лютеранская церковь, активно проповедующая Евангелие и предоставляющая свои помещения другим общинам. Вот и получалось, что в одном и том же месте собиралось несколько церквей. А вот здесь, обратите внимание, некогда располагался небольшой поселок, который позже вошел в городскую черту Мюнхена. У него был свой колорит. И он тоже стал центром для основания нескольких церквей. А дальше, если двигаться в сторону пригорода, можно увидеть целые крупные городские районы со своими границами и своей нумерацией. Например, вот этот 10-й, это 24-й и так далее. И здесь, как вы видите, только одна церковь. Вот она, единственная. И здесь тоже. И тут мы понимаем, что большинство церквей сосредоточены в центре города. И верующим, живущим в пригороде, а такие наверняка есть, приходится туда ездить. В результате проведения опроса нам удалось выяснить еще один любопытный факт. Периферийные общины — это активно развивающиеся общины. Более того, располагались они совсем рядом с новыми растущими кварталами и имели все шансы продуктивно там благовествовать. Поэтому было решено основывать церкви в каждом из строящихся районов, церкви, ориентированные на проповедь Евангелия и свидетельство людям об Иисусе Христе. Для начала было необходимо узнать, какова численность населения в этих районах, в то время, как вы понимаете, в интернете этой информации не было. Сегодня найти ее значительно легче. Итак, сколько человек проживает в интересующих нас районах, какова структура населения и тому подобное. И еще сколько церквей там функционирует. А дальше необходимо подсчитать соотношение жителей и церквей. Иначе говоря, на одну церковь приходится какое-то количество человек. Вот что у нас получилось. В центральных районах города на одну церковь, по приблизительным подсчетам, приходилось от 10 до 20 тысяч человек. Другими словами, при активной благовестнической позиции церкви ей предстояло охватить проповедью Евангелия примерно 10-20 тысяч человек. Итак, район номер один — 20 тысяч человек. А теперь посмотрите район номер 11. Здесь на одну церковь приходится порядка 100 тысяч человек. Такая же картина и в районе номер 16, соотношение один к 100 тысячам. Как вы видите, духовные потребности на периферии гораздо выше. Но и это еще не все. Зеленым помечены те места, где нам вообще не удалось отыскать ни одной церкви, которая бы проповедовала Евангелие или хотя бы как-то занималась благовестием. Это, например, район 9 с населением примерно 60 тысяч человек и ни одной евангельско-ориентированной церкви. В результате мы пришли к следующей мысли. В своем служении по основанию церквей мы должны ориентироваться на те районы, где потребность в духовной пище является наименее удовлетворенной. Хотя понятно, что это не единственный фактор, есть и другие, и все же он имеет немаловажное значение. Мы также постарались учесть и этнический фактор. Какие этнические группы здесь представлены? Охвачены ли они проповедью Евангелия? Ведь на немецком некоторые из них говорят плохо или не говорят вовсе, а это значит, что и благовествовать им надо отдельно. Если вы помните, в 90-х годах происходили вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии, в Боснии, Хорватии, Сербии и так далее. Тогда оттуда, в Мюнхен, прибыло немало беженцев. Смотрите, огромное количество людей, порядка 70 тысяч человек, прибыли в Германию. Все они поселились в Мюнхене, и, насколько нам известно, на их родном языке проходило только одно богослужение. Только одно. В итоге мы организовали отдельное служение, и в этом нам помогли хорватские братья и сестры, которые уже несколько лет жили в Германии. Они уверовали сами, потом уверовали их родственники, а потом они вместе стали помогать беженцам. Хотя бы немного. Дальше. Турки. По официальным данным, на этот момент в Мюнхене их проживало порядка 40 тысяч человек с турецкими паспортами, плюс их дети, уже с немецкими паспортами. Итак, в общей сложности в стране, согласно статистике, насчитывалось примерно 50 тысяч турок, хотя я уверен, фактически их было больше, поскольку зарегистрированы были, скорее всего, не все. Так вот, нам удалось отыскать всего лишь двух служителей, ни библейских групп, ни церкви, не было. Лишь двух служителей. Ранее они служили миссионерами в Турции, а потом переехали в Мюнхен. 50 тысяч и два служителя. Турки – многочисленный народ, а въезд в их страну для миссионеров крайне ограничен. Чего не скажешь о Германии, где турок насчитывается около 4 миллионов. И здесь им можно благовествовать беспрепятственно. Следующая этническая группа – греки. 22 тысячи греков и ни одной греко-говорящей протестантской церкви. 20 тысяч итальянцев, ни общины, ни даже группы по изучению Библии на родном языке. И этот список можно продолжать. Самая благоприятная ситуация была с английским языком, на котором в городе проводилось пять богослужений в международных церквях. А дальше в перечне – поляки, французы и так далее. Итак, наше исследование помогло выявить субкультуры, этнические группы, которые требовали индивидуального подхода в благовестии. Кто этим будет заниматься? Как я уже говорил, со временем наша община стала проводить служение на французском. Однако организованы они были преимущественно для проживающих в Мюнхене франкоговорящих африканцев, хотя один француз у нас все-таки был. Поэтому изучайте ситуацию и молитесь о восполнении существующих потребностей. Христос нужен всем людям. Открывающиеся проблемы должны стать основанием для молитвы. Господь, Ты любишь этих людей. Пошли того, кто возвестит им Евангелие на их родном языке, на языке их сердца, кто поможет им влиться в чужую культуру. Итак, это еще один способ выявления духовных потребностей. Было также установлено, что из всех жителей Мюнхена евангельские церкви посещали всего лишь 0,3 населения. Для того, чтобы обеспечить соотношение церквей и жителей хотя бы один к десяти тысячам, в Мюнхене было необходимо создать порядка ста новых общин. Такое положение дел вызвало настоящий шок у руководителей Евангельского союза и пасторов церквей. А мы думали, сказали они, у нас и так полно христианских общин, и все не так плохо. Посмотрите, у нас две методистские, три баптистские, плюс несколько евангельских и пятидесятнических церквей. Нам казалось, что этого вполне достаточно. Но факты красноречиво говорили об обратном. У нас полно работы. Налицо очевидный недостаток в исполнении духовных потребностей населения и не менее очевидный дефицит христианских общин. Вот таблица, составленная по итогам исследования. Еще раз напомню, что большая часть этой информации была общедоступной. Перед вами перечень из 24 районов города с указанием количества в каждом из них евангельских церквей. Эту колонку вы уже видели ранее. Дальше идет численность населения каждого района и темпы его прироста. Вот здесь, например, абсолютный прирост составил 2930 человек. Это разность между численностью населения на начало и конец периода. А вот ее процентное выражение, плюс 6%. А вот здесь прирост населения составил 23%. Это был растущий район города. Теперь попробуйте догадаться, где в конечном итоге мы основали церковь. Да, здесь, в районе с приростом населения в 12 тысяч человек и общим количеством жителей, составляющим почти 65 тысяч человек. Мы подсчитали, сколько иностранцев проживает в каждом из районов города, определили возрастную структуру населения. 14% составляли дети до 14 лет, 13% пожилые люди старше 65 лет. В этой колонке обозначена миграция населения. Дальше информация о месте проживания людей. Мы также посчитали и количество новых жилых объектов, построенных в городе за двухлетний период. Их месторасположение отражено в муниципальной статистике. Посмотрите, в этом районе города было построено полторы тысячи новых жилых объектов. А вот здесь 2200. Соответственно, это были быстро развивающиеся сегменты города. Дальнейшие колонки отражают церковную принадлежность населения, католики, протестанты и другие. Замечу, что в группу протестантов вошли и лютеране, при этом, возможно, номинальные, которые посещают церковь раз в год. Мы же старались учитывать только посвященных верующих, активно участвующих в жизни своих церковных общин. Вот такой анализ нам удалось провести. Он дает возможность получить более полное представление о населении города, сопоставить цифры и увидеть, например, насколько быстро развивается тот или иной район. При этом, учтите, это всего лишь анализ статистических данных о населении. Казалось бы, зачем это церкви? А затем, чтобы на этой основе определить духовные потребности людей. Для этих целей необходим учет и других факторов. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. А теперь несколько вопросов для размышления и практического применения в рамках вашего служения. С помощью каких доступных источников информации вы можете получить более детальное представление о поселке или городе, в котором вы намереваетесь основать церковь? Обращались ли вы к интернет-источникам? Общались ли вы с городскими властями? Осведомлялись ли вы о возможных потребностях населения у представителей общественных организаций? Имеете ли вы данные о количестве в городе университетов и студентов? Попытайтесь ответить на эти вопросы, представленные на слайде, применительно к месту, где трудитесь вы. Какие возможности оно вам предоставляет? Помолитесь, поразмышляйте, и, возможно, вместе с лидерским коллективом вы сумеете рассмотреть существующие перспективы. Через какие двери Бог предоставляет вам наикратчайший доступ к сердцам людей, проповеди Евангелия, видимому, наглядному, осязаемому воплощению Христовой любви? А затем принимайтесь за разработку плана эффективного служения в назначенном месте. Любовь к людям немыслима без желания понять их. Ведь без этого ваша проповедь Евангелия вряд ли окажется продуктивной. Так что, вот вам задание, выполняйте. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok